ДЕМОН ШОУ Мор, привет друзья! С вами Зелько, и это зеленый гайд на Леоморда. Для краткости, Морда. Разработчики продолжают нас нагружать бойцами ближнего боя. При том, что Леоморд оказался таким, что кому-то он понравится, а кому-то не зайдет вовсе. Эл, логика. Чтобы понять склонность персонажа, посмотрим на навыки. Первый навык, Инерция. Морда готовит мощный укол по области и одновременно накладывает на себя щит. Чем дольше подготовка, тем сильнее удар. Пораженные цели немного замедляются. Что приятно, щит держится до конца удара, что позволяет легче формить лес и линию. А если вы нажмете навык повторно или ваш заряд прервут, Леоморд произведет удар досрочно. Это наш спам-навык. Благо, маны у Морды нет, а урон достаточно высок. Те же самые лесные монстры успевают нанести нам два удара по щиту. Этим самым мы экономим хп. Второй навык, Опустошение. Морда делает рывок в выбранном направлении, нанося немного урона и незначительно замедляя цель. Чаще используется для погони либо отступления. Можем прыгать через препятствие. Ульта. Призрачный конь. Какой же рыцарь без коня? Как говорится, не пачкай клинок, а пехотную мразь. Стальным саботоном втопчи ее в грязь. Леоморд призывает своего коня Барбиэле. Барби, блин. Конь наносит противникам урон, подталкивает их по направлению своего бега и замедляет. После чего, воссоединившись с любимым хозяином, увеличивает Леоморду скорость передвижения, защиту и дает атаку по области сурки. Кроме того, теперь не нужно останавливаться для этой атаки. Еще меняются первые два навыка. Первый. Теперь конь стучит копытом по земле и противники перед ним получают урон и замедление. Второй навык. Барбиэль таранит головой противника, нанося урон и отталкивая его. Очень схоже со вторым навыком Тигрила. Так же, как и пешком, вторым навыком можно перепрыгивать препятствия. Урон в ульте хорош и навыками и с руки, поскольку мы не останавливаемся для нанесения удара. Более того, на данный момент ульта уходит в КД с момента призыва коня, а не с момента окончания действия ульты, что сокращает ожидания последующей ульты. Но есть нюанс. Если нас отодвинут с пути коня или мы отойдем, конь проскачет мимо и все, ждем КД ульты. Однако, никто не мешает призывать его до боя. И наконец, пассивка, хранитель клятвы. Когда у цели менее 30% хп, Леоморд наносит критический урон в 100% случаев. Тут есть забавная механика. Даже имея в арсенале золотой посох, мы будем по недобиткам наносить криты. Кроме того, если рядом с противником дохлый крип, бейте в крипа. Ведь в нашей игре удары ближнего боя являются ударами по площади. Ситуация такая. Триггер активации пассивки хп первичной цели, в которую мы бьем. Если у цели мало хп, криты проходят по всем, по кому мы достаем. А верхом на коне, размахивая копьем, мы достаем по многим. Так настала пора учиться выбору противника по иконкам, как настроить и пользоваться в видео по настройкам. Итак, у нас боец с прыжком, сильной ультой и пассивкой на добивание. Значит, нам надо снизить противнику хп, а потом добить. Притом, за это время не откинуть копыта собственного коня. В эмблемах я предпочел взять эмблему убийцы, на скорость передвижения и вампиризм. Перк берем на свой выбор, я предпочитаю первый или третий перки. Способности. Для выживания берем щит, а если вы уверены в себе, то спринт. Это так здорово на полной скорости гнаться за зелонгом и стягать его по спине копьем. Сборка. Большинство будут собираться в крыты, просто по привычке и потому что любят. Но я не такой, и вот вам два варианта сборок. Через силу. Сапоги воина. Дадут стартовую защиту, в массовых боях пригодится. Топор кровожадности. Поскольку мы ограничены в навыках только кд, а урон от них ощутимый, исцеление нам ой как пригодится. Ну и скорость кд. Клинок отчаяния. Даст великолепную прибавку к силе. Кроме того, после изменения его пассивки, она отлично совмещается с пассивкой Леоморды. Бесконечная битва даст много чего полезного, в том числе урон с руки после навыков. Крылья королевы апокалипсиса и золотой метеор уберегут нас в критические моменты на грани гибели. При том, что сильно по урону не просядем. КД у нас порядка 30%, плюс 5% от эмблем. Хватит за глаза. Даже без бафа. Просаживаем противника первым навыком. При случае используем второй, а в перерывах бьем рукой. Видим, если у противника менее 50%, призываем коня. Добиваем. Второй вариант через автоатаку. Сапоги с пешки. Меч охотника на демонов. Очень силен, пока у противника полное хп. Золотой посох усилит воздействие охотника. Коса коррозии увеличит скорость наших атак, а противника замедлит. Далее опять на выживание. Крылья королевы апокалипсиса и щита финны. Эта сборка направлена на постоянные автоатаки, где навыки используются реже и лишь для замедления. Я обычно играю первой. По тактике. Тут рассказывать особо нечего. Навыки можно не экономить. Просаживать всю массовку противника первым навыком. Но ожидайте контроль, прилетевший лицо мокрой тряпкой. Есть нюанс массового боя. Вам надо быть как бы и рядом, и не в центре. Как только видите, что иконка противника красная, стримглав на коне, несетесь к нему, размахивая вокруг копьем. Так вы нанесете существенный урон противнику. Главное, опять же, не поймать стан. Для такой отчаянной тактики и способности придется выбирать очищение. Хочу напомнить, чтобы найти нужный гайд, просто введите в поиске, банально в гугле, имя героя или название предмета, дописав «зверько». А на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok